Самый крутой партнер — это просто Криштиану Роналду. Он в матчах показывает 3-5% того, что он способен вытворять на тренировках. Ну, конечно, мы помним, что ты играл еще с Аршавиным. Но не ждите от Аршавина, что он пойдет в спортзал. Это игрок, который не парится вообще ни о чем. А кто худший твой партнер по команде? Прежде всего, я скажу, что был очень близок к переходу в «Зенит» Санкт-Петербург. Лучший тренер из тех, с кем я работал — это Мауриньо. Слушай, забей два, и можешь возвращаться только к пятнице, — говорил он мне. Что, правда? Люблю тебя, брат. Всем привет! Мы сейчас находимся за кулисами ключевого события в мире спорта и букмекерского бизнеса — премии «РБ», учрежденной компанией «Рейтинг Букмекеров». Портал номер один о спорте и ставках. Это масштабное мероприятие, в котором определяют лучших среди российских и зарубежных компаний в мире спорта и букмекерства за 2021 год. Ну а спецгостем этой премии стал «Эксфорвард», «Арсенала», «Мансити», «Риала», «Тоттенхэма», «Эммануэль», «Адебайор». Но не могли мы пройти мимо такого и не пообщаться с ним. Абсолютный эксклюзив от «Мяч Продакшн». Эммануэль Адебайор — один из главных бомбардиров АПЛ нулевых. Он перешел в арсенал «Венгера» из Монако и стал звездой. В 2008-м даже занял второе место в списке лучших бомбардиров лиги вместе с Фернандо Торосом. Оба забили по 24 мяча. Но они смогли догнать праймового Криштиану Роналду, который в тот год получил золотой мяч и забил 31 гол в АПЛ. Позже Адебайор стал одной из первых покупок разбогатевшего «Мансити». А в 2011-м его позвал в аренду в Реал Муриньо. И вместе с клубом игрок дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. На премии РБ Эммануэль стал главным гостем и вручил гран-при, награду в имнации «Лучший букмекер». Ее, кстати, выиграли наши партнеры из компании «Фонбет» уже второй год подряд. Поздравляем! Ссылка на «Фонбет» с приветственным бонусом для новых клиентов в описании. Привет, Эммануэль! Привет, Эммануэль! Спасибо, что согласился на интервью. Это честь для меня, что ты здесь. Скажи, ты закончил карьеру пару лет назад, но ты все еще в хорошей форме. Можно ожидать, что ты еще вернешься и поиграешь? Может, на Ближнем Востоке, или в Китае, или в России? Может, в Миддл-Ист, в Китае, может, в Русском Премьер-Лиге? Никогда не знаешь, что может произойти. Я сейчас концентрируюсь на жизни вне футбола. У меня есть фонд в сельском хозяйстве и проект. У меня есть команда, которая занимается разными проектами. Возвращение в футбол прямо сейчас не планирую, но никогда не говори никогда. Во мне живет соревновательный дух. Если я получу новый шанс в футболе, еще полгода или год я готов поиграть перед тем, как выйти на пенсию окончательно. Но это не обязательно. Если не будет такого шанса, не страшно. Подскажи вот лично мне, как держать себя в форме? Слушай, думаю, у тебя не так уж и много лишнего веса. Каждый день по 20-30 минут занимайся кардио и будешь великолепен. И еще могу посоветовать методику интервального голодания. 8 часов ешь, 8 часов не ешь. И только пьешь много воды. Вот такая диета. Окей, я попробую. Идем дальше. Мы посмотрели твои соцсети и поняли, что ты много времени проводишь на родине, в ТОГО. И мы увидели на фотках большую коллекцию тачек. Можешь сказать, какая твоя любимая? Вынужден вас разочаровать. Любимая машина, самая дешевая в коллекции. Джиг Ранглер. Еще у меня есть Роллс-Ройс, Бентли Континенталь, Джи Уэгон 65, Джордан 623, Джи Уэгон 55. Джи Уэгон – это дилентвайдинг с разными двигателями. А, ну то есть много Джи Уэгонов. Да, мне они нравятся. Еще два Кадиллака у меня, два Линкольна, три Хаммера, Линкольн-Навигатор. Так, ну если мы продолжим, думаю, налоговики точно к тебе придут. Да-да, ты прав. Давай на этом остановимся. А что насчет игровых футболок? Большая у тебя коллекция накопилась за карьеру? Моих собственных футболок или футболок других игроков? Хорошо, тогда любимая или самая ценная футболка? Чья? Криштиану Роналду. А после какой игры ты с ним поменялся? Ну, одну я получил, когда за Арсенал сыграл против него в Манчестере. А вторую он мне подарил, когда мы уже вместе играли в Мадриде. Мне очень нравится ментальность этого игрока. Не только как он играет. Мы все обожаем, как он играет. Но меня в нем больше всего подкупает огромное желание работать. Он тренируется до тренировки. Потом официальная тренировка. После нее он продолжает тренироваться. После матча он тоже тренируется. В выходной он тоже тренируется. То есть ответ на наскучивший уже вопрос Месси или Роналду от тебя прозвучит Роналду. Да, 250% Роналду. Окей, с этим закончили, идем дальше. Многие футболисты отличаются грандиозным транжирством. Тратя большие деньги часто, ну, совсем глупо. В твоей жизни был такой момент, когда ты сильно потратился, а потом пожалел об этом? Да, мы все допускаем такую ошибку. Люди, которым выпадает шанс срубить большое бабло, все они допускают эту ошибку. В какой-то момент ты что-то покупаешь, а потом осознаешь, что это просто тебе не нужно было. Но вещь уже куплена. Даже не так давно, когда я жил в Турции, я пытался найти в Стамбуле сандалии Hermes. Там не было моего размера. Я поехал в Лондон и нашел там свой размер. И говорю продавцу, хочу три пары. Но одна пара, к несчастью, оказалась типа из кожи крокодила. Ну, крокодила, ладно. Для нас в Тога это никакая не экзотика. Я говорю, окей, сколько с меня? Мне говорят, 47 тысяч фунтов. Я переспрашиваю, вы ничего не перепутали? Почему так дорого? И продавец мне начинает объяснять, ну, это крокодил, дает мне какой-то сертификат, рассказывает, что это из кожи крокодила, убитого в Зимбабве, и что если я буду в этих сандалиях пересекать границу, я обязан предъявить этот сертификат, иначе будут проблемы. А я продавцу говорю, да я за 200 фунтов, за 150 фунтов вам целого крокодила привезу из Тога, или дам вам контакт семьи, которая занимается добычей крокодилов. А кто-то с деньгами купит эти сандалии, не задавая вопросов. Все богатые люди допускают такие ошибки, потому что могут себе это позволить. Окей, несколько вопросов про футбольные команды, за которые ты играл. После минувшего сезона и очередной победы в Лиге Чемпионов, все вновь заговорили об особой ментальности мадридского Реала. Якобы у игроков этого клуба особый тип мышления. Ты играл за Мадрид и Примуриньо. Можешь сказать, в чем секрет Реала? Это очень простой секрет. Неважно, насколько ты велик, как много ты выиграл в предыдущих командах. В Мадриде тебя ведут в клубный музей, в комнату трофеев Реала, показывают, какие легенды играли за клуб. Ты видишь, сколько всего они выиграли. И после этой экскурсии ты заряжаешься и вдохновляешься так, как никогда прежде. Даже если до этого ты тоже играл за крутые команды, в Мадриде тебе как бы показывают, что бы ты не добился до, это не сравнится с величием мадридского Реала. А как тогда так получилось, что вы не смогли пройти Барселону в полуфинале Лиги Чемпионов, когда ты был игроком Мадрида? У каждой команды и у каждого человека есть лучший год, который он проводит на земле. Вот мой лучший год, это был 2008, когда я был в Арсенале. А в 2011-м невероятной была Барса. Невероятной, непобедимой, незабываемой. Ты думаешь, та команда была сильнейшей? Вот та Барса, против которой я играл за Реал? Ну да. Они могли владеть мячом 7 минут без перерыва. Ты не мог даже прикоснуться к мячу, это просто сумасшествие. Так глупо себя чувствуешь? Мы смотрели видео за видео, видео за видео, чтобы понять, как их остановить. Мы досконально изучили, как они это делают. Но выйдя на поле, ничего не смогли с этим поделать. Та команда была сильнейшей в истории Барселоны. Клубу понадобится еще лет 200-300, чтобы собрать состав, который будет играть на таком же уровне. Когда ты был в Мадриде, Бензима больше подыгрывал Криштиану Роналду. А сейчас Карим главный претендент на золотой мяч. В каком аспекте Бензима сильнее всего прибавил за прошедшее время, по твоему мнению? Я думаю, Карим Бензима продолжает играть в такой же футбол, что и раньше. Просто теперь ему доверено тащить команду. Сейчас он лидер, он берет на себя всю ответственность. Клуб на него полностью полагается. И в этой ситуации он дает результат. У меня было нечто подобное в арсенале. Когда ушел Тириан Ри, нужен был новый бомбардир. И эту роль полностью отдали мне. И я стал давать результат. Ты забиваешь несколько голов и наращиваешь уверенность. Аккумулируешь уверенность, которую тебе дают фанаты, партнеры по команде. И становишься кем-то вроде Супермена. С Каримом это происходило именно в этом сезоне. В прошлом он был на пути к такому состоянию, а сейчас стал невероятен. Я очень счастлив тому, что он добился. Даже когда он просто разговаривает, можно заметить, что он абсолютно цельная личность. Мы следим друг за другом за тем, как развиваются наши карьеры, наши жизни. Я заметил, что Бензима стал еще больше отдаваться своей карьере. Больше спать, больше времени проводить в зале. А до этого в зале вообще не появлялся. Когда я был в Реале, он вообще в зал не ходил. То есть он стал более профессиональным. Да, он понял. Чтобы достичь вершины, ему нужно еще немного прибавить. Да, с талантом все в порядке. Но чтобы выйти на тот уровень, на котором мы видим его сейчас, надо было еще чуть-чуть прибавить. Раз уж ты заговорил о партнерах, назови лучшего футболиста, с которым ты играл в одной команде. Ну и тогда уж заодно и лучшего, против кого ты выходил. Лучший футболист, против которого я играл, это Лионель Месси. А самый крутой партнер это просто CR7, Криштиано Роналду. Вы, ребята, видите Криштиано Роналду в матчах, а у меня была возможность видеть его в каждодневной тренировочной работе. Он немыслимый, я так скажу. Он в матчах показывает 3-5% того, что он способен вытворять на тренировках. На тренировках он просто издевался над нами. Это как если бы я играл со своей дочкой, и я не преувеличиваю. Это реально так. Проигрывая в двусторонке с любым счетом, он может включиться и забить 7 голов за 2 минуты. Он невероятен. А кто худший твой партнер по команде? Может, Ван Перси или Бентнер? Худший определенно Николас Бентнер. А почему? Да все, что с ним связано. Он понторез. Посмотрите, как он себя подает. Знаете, большинство футболистов, у которых нет большого таланта, они это понимают и ценят, что тренер доверяет им место на поле. И их поддерживают болельщики. А Бентнер считал, что он лучше всех, и это проблема. Я считаю, что иметь эго — это хорошо. Но его эго слишком велико в сравнении с тем, что он может предложить своей команде на поле. Если ты считаешь себя таким крутым, покажи что-нибудь на поле. А у него есть эго, но он ничего не может в реальности. И он всегда делает противоположное тому, что ему следовало бы. Вот у нас в команде были крутые игроки. Например, Кола Туре, Вильям Галас, Сеск Фабригас, Александр Глеб, Робин Ван Перси, я сам. Но мы уважали абсолютно каждое клубное правило. А единственный игрок, который ничего не уважал, это был Николас Бентнер. Если ему говорят, не одевая спортивные штаны в раздевалку, он обязательно их наденет. Если нам говорят, что мы должны снять футболку перед тем, как заходить в сауну, он попрется туда в футболке, он всегда делает противоположное. Кстати, Ада Байора на премии долго не отпускали из зрительного зала. Всем хотелось с ним сфоткаться. А в это время на сцене происходило много интересного. Играл оркестр, между вручением и наград проходили креативные мини-представления, даже выступали рестлеры из поп-ММА. А первыми премии раздали спортивным СМИ и организациям. Лучшим телеграм-каналом признали канал Василия Уткина. Лучшим комментатором года назвали Константина Генича. А лучшим медийным клубом Туд Роц. Сергея Гальцкого признали лучшим спортивным менеджером. Дина Аверина победила в номинации «Спортсмен года». А Александра Овечкина назвали «Амбассадором года» за сотрудничество с Фонбет. Объявили, что победителем стал «Мяч Продакшн». Ну и, конечно, благодаря вашим голосам, лучшим спортивным YouTube-каналом стало «Мяч Продакшн», чему мы очень рады. Спасибо. У Венгера абсолютно нет эго. Это самый приятный человек, на мой взгляд, и самый приятный тренер в моей карьере. Но если говорить о реальном эго, а я встречался со многими президентами стран, поэтому мне есть с чем сравнивать, то Жозе Мауриньо вне конкуренции. Ни один из президентов, ни в какое сравнение не идет с Жозе по размеру эго. Но за это я его люблю. Это эго просто слишком большое. Никто не близок, я так считаю. Потому что у него есть ответы на все вопросы. Что бы ты ему ни сказал, он попытается доказать тебе, что он лучший. А для меня так и есть. Лучший тренер из тех, с кем я работал, это Мауриньо. Ты играл еще у Редноба, Почеттино, Венгера, Де Шамо, Манчини. Можешь их проранжировать? Ну, по крайней мере, топ-5 составить. Окей. Номер один определенно Мауриньо. Второй — Арсен Венгер. Потом я бы поставил Дидье Де Шамо, с которым поработал в Монако. У нас было хорошее взаимопонимание. И он уже тогда был хорошим тренером. Он один из тех, кто поверил в тебя? Да. И я, честно говоря, не удивлен, что он выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Четвертое место отдаю тому, кто дал мне все, что я хочу. Это Харри Редноб. Эммануэль, хочешь выходной? Пожалуйста, бери. Хочешь съездить повидать семью в Африку? Валяй. К пятнице вернешься? Или уже к субботе? Легко. Послушайте, лучшее время я провел под руководством Редноба. Слушай, забей два, и можешь возвращаться только к пятнице, говорил он мне. И я делал дубль. Запрыгивал в самолет в Тога, проводил несколько дней с семьей, а в четверг вечером садился на рейс, который в пятницу доставлял мне обратно. А в субботу я уже выходил на поле. И он говорил, снова сделаешь дубль, опять можешь уезжать. Он дает свободу, но требует, чтобы ты в ответ давал результат. Даш на даш. Давай перенесемся в те годы, когда ты играл за «Арсеналом». Я считаю, у тебя там был супер период. 2007-2008. Расскажи, какие у тебя остались в памяти позитивные моменты? Очень много. Сезон 7-8 был очень благодатным на хорошие события. Великолепный сезон. У нас была самая молодая команда в Англии. Фабрика с 22-23 года. Мне было примерно тоже 22. 24-летний или 25-летний Ван Перси, мне кажется, был самым старым у нас. Эммануэля Буэя, Галь Клиши. Мы показывали сумасшедший футбол. Демонстрация хорошего примера как на поле, так и вне его. Между нами была человеческая связь. Мы хорошо играли, а каждые три недели выходили вместе в город, в ресторан. Ели кускус в марокканском ресторане. В турецкие заведения ходили, ели там кебаб. Была настоящая команда. Это лучший период в моей карьере. Ты играл со многими талантливыми футболистами. Кто не смог полностью раскрыть свой потенциал и так и завершил карьеру? Какой карьерный? Тут я бы назвал Гибсона. А, Гибс. Гибс, наверное. А, да, Гибса. Он был очень хорош, когда мы играли вместе. И еще один игрок, от которого я ожидал гораздо большего, это Тео Уолкотт. Мы оба рано себя проявили, в 16 лет. Когда я перешел из Франции, он уже сделал себе имя в Англии. Через пару месяцев он поехал на чемпионат мира. Его талант видели все, но у него не все получилось. Не знаю почему. Нельзя сказать, что он несерьезно относился к футболу. Приходил вовремя на тренировки. Всегда был вежлив, всегда работал по полной программе, но чего-то не хватило. К сожалению, есть те, кто недореализуются. Хотя вроде бы все делают правильно. Теперь давай вспомним твое время в составе ШПОР. Ты там играл с Романом Павлюченко, российским футболистом. Можешь какую-то историю про него рассказать? А, да, приятный русский парень. Только невозможно было понять, когда у него хорошее настроение, а когда нет. А если он упускал шанс забить на тренировке, он начинал ругать всех на поле. Когда же он получал мало игрового времени, он часто приходил на тренировку под шофе. Что, правда? Роман, надеюсь, это правда. Роман, видишь, представляю тебя в твоей стране. Люблю тебя, брат. Конечно, мы помним, что ты играл еще с Аршавиным. В первом сезоне в Арсенале он смотрелся реально большой звездой. А потом что-то случилось. Люди стали называть его талантливым, но ленивым. Каково твое мнение? Я бы не назвал Аршавина ленивым. Я бы назвал его... Мне плевать. Это игрок, который не парится вообще ни о чем. Тренировка в 9, он приходит, садится, выглядит устало, не общается. Но когда начинается тренировка, он нормально работает. Когда надо пасовать, пасует. Когда надо прыгать, прыгает. Когда надо бежать, бежит. Все делает нормально. Но не ждите от Аршавина, что он пойдет в спортзал. И не ожидайте встретить его на йоге. А мы все занимались пилатесом, йогой, растяжкой. Принимали контрастные ванны, плавали. Так вот, там мы Аршавина не встречали. Тренировка завершается в 11. И в 11.03 он уже в своей машине. Мы спрашивали его, а когда ты успел душ-то принять? Бро, ты слишком быстрый. А я после тренировки еще просил парней, клиши того же, поделать на меня кроссы, чтобы поработать над завершением. 20-30 минут я на это тратил. Естественно, когда я приходил в раздевалку, Аршавина уже давно не было на базе. И не было видно, что он наряжался, чтобы рвануть с тренировки в город. А одевался, как придется. Мне плевать. Он действительно был так хорош на тренировках? Если сравнить Аршавина, к примеру, с Модричем, у Аршавина был тоже топовый набор качеств. Если он был в ударе и реально хотел играть, ты не мог у него мяч отобрать. Он забивал с любого угла. Правый, левый, бил одинаково. Великолепный игрок. Но, как мне кажется, с недостатком амбиций. Он не играл в футбол для того, чтобы становиться все более великим. Он играл, потому что это было его работой. А ты ведь еще какое-то время провел с Федором Кудряшовым в одной команде в Истамбуле. Ну, лифтбэк. Помнишь его? Без волос такой? Да, да. Вопрос такой. Многие россияне переходят в английские клубы и вообще в иностранные клубы. Но не способны держать уровень на протяжении долгого периода. У тебя есть предположения, почему? Во-первых, у россиян похожий менталитет с африканскими футболистами. Во-вторых, россияне знают, что могут чувствовать себя отлично, даже не уезжая из страны. Отсюда, повторю еще раз, недостаток амбиций. Ну, то есть всегда есть план Б вернуться в Россию. Да, именно. Всегда могут вернуться на родину, в условный Спартак. А вот мы, африканцы, у нас нет запасного варианта. Мы не можем вернуться из иностранного клуба посреди карьеры в Африку. У нас вся семья с собой покончит, если мы сделаем это. Так что, находясь сейчас в России, я вот так вижу ситуацию с российскими легионерами в Европе. У тебя был конфликт в Арсенале. Ты попал в топ нашего канала, топ ситуации, когда игрок мстил бывшему клубу. С тем своим празднованием гола в ворота Арсенала. Тебя об этом спрашивали много раз, поэтому я так сформулирую свой вопрос. Ты со временем все больше сожалеешь о том своем поступке? Или же больше вообще не сожалеешь? Я уже давно перестал сожалеть. Я сейчас вот с тобой беседую благодаря двум людям. Благодаря моему отцу и моей матери. Они дали мне жизнь. Ты можешь меня не уважать, оскорблять, даже дать мне пощечину. Но не смей не уважать моих родителей. Я ни от кого такого не приму. Лучше сдохнуть. Итак, я к чему веду. Когда я перешел в Монсити, фанаты Арсенала этого не приняли, потому что они очень сильно меня любили. Трудно отпустить того, кого ты сильно любишь. И они начали меня оскорблять. Я не парился, но потом я начал вслушиваться в то, что они говорят. И услышал, что они начали оскорблять моих отца и мать. И вот тут я вскипел. Я молился о том, чтобы забить, чтобы можно было им ответить. И осознавая сегодня всю ту ситуацию, в целом я больше не сожалею. Если бы я сожалел, это бы значило, что я рад оскорблениям в адрес своих родителей. После того, как у тебя начались проблемы в Арсенале, на поле и вне него, ты заявил, что Арсенал — это клуб, который не прощает. Это действительно особенность канониров? Часть клубной культуры? Да, это клубная культура. Вот откуда взялась проблема со мной. По окончании сезона я поехал в отпуск в Африку. И один из моих друзей дал про меня интервью, сказав, что якобы я говорил, что заслуживаю большей зарплаты. Но на самом деле я таких слов никогда не произносил. И в этом причина разлада с Арсеналом, в результате которого я покинул клуб. Подобный конфликт случился из-за слухов вокруг Лукако. Якобы он был недоволен в этом сезоне. Но его клуб Челси сделал заявление, что прощает игрока. Мы видим, что готовность простить — это часть клубной культуры. А Арсенал уничтожает за единственную ошибку. Неважно, что ты сделал для клуба, тебя выкидывают. У каждого из нас, я считаю, должно быть право на второй шанс. Каждый человек этого заслуживает. Когда проблемы с Арсеналом возникли у Абамьянга, я ему сразу сказал, если есть куда уходить, уходи. И переход оказался удачным для него. Именно. Я надеюсь, у него и дальше будет все хорошо. Останется ли он в Барселоне или продолжит играть еще в каком-то клубе. А Арсенал вынужден искать страйтера. И нашел его в лице Жезуса, что значит, возвращение Абамьянга исключено. А за Абамьянга мы молимся. Он отличный игрок. Игрок с характером. Надеемся, все у него будет хорошо. Вернемся к позитивным темам. Какие твои голы для тебя самые памятные или самые важные? Ну, или самые красивые? Дай нам свой топ. Назову лучшим гол за Арсенал ворота Тоттенхема. А, тот, что был забит ударом с лета. Да, удар с лета. Это был гол года. А второй мой выбор будет... Это не какой-то фантастический гол, но в моем представлении это очень важный гол. Гол, забитый в Конго, который помог моей сборной выйти на чемпионат мира 2006 года. Там просто надо было попасть в пустые ворота, но нужно было еще создать такую ситуацию, оказаться в этой позиции. Это был исторический момент. Люди из Того до сих пор вспоминают тот гол, когда заговаривают со мной. Скажи несколько слов про свои благотворительные проекты в Того. Я вырос в нищете. И когда мне мои нигерийские друзья сказали, когда я уходил из Арсенала, ты уходишь за деньгами, я ответил, бро, вот завтра у тебя возникнет, не дай бог, проблема. Ты придешь и скажешь, у меня болеет мама, дай мне, пожалуйста, денег на лечение. Как я смогу тебе помочь, если я не зарабатываю хорошие деньги? Только хорошо зарабатывая, я смогу решить твою проблему. Да, Арсенал прекрасный клуб, внутри и снаружи, но послушай, за мной моя семья, мой родной город, комьюнити, и, наконец, за мной моя страна, и даже континент. Я сейчас оплачиваю школьное обучение пяти сотням детей. Я начал сельскохозяйственный проект, там будет задействовано до 50 детей. Они будут учиться при ферме, будут учиться теории и практике сельского хозяйства. Я привлекаю учителей, профессоров, чтобы научить детей. Я хочу, чтобы они выросли свободными, начали свое собственное дело. У этих детей нет родителей, нет семей, это сироты. Они не знали, что им делать, их никто бы не смог предостеречь от плохого пути. Я сам все время нахожусь поблизости и каждый день провожу с этими детьми, как минимум час. Разговариваю с ними, смеюсь с ними, они плавают у меня в бассейне, мой дом открыт. BBC включила тебя в топ-5 лучших африканских игроков АПЛ в истории. Кроме собственной кандидатуры, кого бы ты назвал лучшим африканцем в истории премьер-лиги? О, кто же лучший? Лично я бы проголосовал за Яя Туре. Я его люблю. Я играл с ним в Манчестере, поэтому хорошо его знаю. И с его старшим братом я играл. Кстати, Яя останавливался у меня на пару дней, когда только пришел в Сити. Мы очень хорошо дружили. Когда видишь его каждый день на тренировках, поражаешься, как он может меняться. Один день — нормальный парень, а потом превращается в зверя, которого невозможно остановить, когда он подхватывает мяч. Я его спрашиваю. Яя, почему ты не можешь так круто играть каждый день? В тот период он был одним из лучших. Да, для меня, если вы спрашиваете, кто лучший африканский игрок всех времен, я отвечаю. С одним из таких я имел шанс тренироваться каждый день и играть вместе, и играть против друг друга, и выбираю его. Яя Туре. Еще небольшой вопрос. Был слушок несколько лет назад, что ты мог оказаться в российском клубе Краснодаре. А почему ты не приехал играть в Россию? Прежде всего, я скажу, что был очень близок к переходу в Зенит и Санкт-Петербург. Они позвонили, установился отличный контакт, но в последний момент появился Асен Винкер и позвал в Арсенал. А понимаешь, мой идол Нкван Кокано играл за Арсенал. Я хотел его футболку, я хотел пойти по его стопам. Потом еще Локомотив делал предложение. Я вам скажу такую вещь. Сначала тебе звонят в пять вечера, а потом только через неделю. Этим показывают свой непрофессионализм. Для меня это значит, что я не приоритетная кандидатура. Интерес недостаточно серьезный. Если вы хотите пригласить с концертом Бьонсе, вы будете ей звонить каждые пять минут. Хей, как дела? Ты уже поела? Ты в тот момент был Бьонсе от футбола. Да. И если вы не относились ко мне как к Бьонсе, я к вам не переходил. Эммануэль, в конце интервью у меня есть небольшая просьба. В России все еще выступают несколько иностранных игроков. Я знаю, что ты очень хороший танцор. Можем мы показать твое движение, которое стало визитной карточкой? И тогда легионеры в России смогут попробовать это повторить, празднуя свои галы. Какое именно движение? Да любое. И я попробую за тобой повторить. Окей, давай станцуем танец Моптана. Это новый тренд в Африке. Это пришло из Южной Африки. Пиано-дэнс. Держишь руки вот так. Обычно ты делаешь четыре шага, а потом еще четыре шага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом двигаешься вперед. Потом останавливаешься и продолжаешь. Так что, ребята, в РПЛ празднуйте вот так, как от Эммануэла Дебайюра. Спасибо большое, Эммануэль. Для нас честь поговорить с тобой. О нет, это для меня честь. Большое спасибо. Дебай.